15-е? Ну, в этом году 15-е. Сколько лет назад? Когда начало? Получается, в 2005-м. В 2006-м. А, 2006-м. Я в 2008-м, наверное, приехал. Я уже в 2009-м. Троцкий же начался. Троцкий, да? Один из основ... Ну, король подхватил, король подхватил. Король, бля, король. Троцкий начал это делать, и несколько лет делал один, потому что Дима такой, как бы, сомневался, когда увидел, что, ну, нормально тема работает тогда. Ну, я благодаря королю, и поэтому я не могу этого не сказать, как бы. Я, как бы, я расскажу свою историю, и ты расскажешь свою. Это нормально, абсолютно. Бутерфляй – проект, который воплотили в жизнь мои друзья Дима Троцкий, и потом уже позже подключился к нему Дима Королевский. В 2004-м году, не имея совершенно никакого опыта в организации, ну, мероприятий такого уровня, я делал здесь, ну, на Ай два опен-эйра. Один из них это был наш в то время всеми любимый Иван Рудок, а второй мы проводили конкурс молодых диджеев в Сибири. Я прямо, как сейчас помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, ну, проведя два мероприятия, все в то время, ну, совершенно зеленые молодые пацаны, в то время, когда я был на длительных гастролях, они поняли вот этот момент, что это интересно людям, и Дима Королевич, вернее, Дима Троцкий начал вот это фестиваль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бутерфляй. Что такое Бутерфляй? Мы часто все задавались с ним вопросом. Бутерфляй изначально позиционировался как фестиваль электронной музыки. Сейчас это уже, скажем так, имя, скорее всего, нарицательное. Это время преврождения людей по интересам, которые преследуют, скажем так, практически одну и ту же цель. Примещая культурный отдых и аудио наслаждение именно от той музыки, которую играет приезжие диджейки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыкальный, конечно, он был, наверное, рассчитан более на региональных диджеев. Уже намного позже уже начали привлекать иностранные гости. У нас начали играть. Ну и 15 лет, это о чем-то говорит уже, наверное. И последний четвертый год уже я являюсь музыкальным директором этого фестиваля. Имея определенный опыт, я делаю все возможное, чтобы это было интересно людям. В Туфляме познакомился в 2010 году. Мои друзья Игорь Ёлкин, Дмитрий Королевский, также очень много диджеев, много рассказывали об этом фестивале, об этом проекте. И мне было тогда маленько не до мероприятий, не до тусовок, потому что занимался спортом профессионально. Когда завершил карьеру профессиональную бильярдного спорта, начал увлекаться, слушать красивую музыку качественную от профессионалов. И так вот меня привело это в Яровое, это был первый мой бутерфляр, я просто приехал как гость к своим друзьям посмотреть, поддержать. Посмотрел на эти масштабы, посмотрел на атмосферу, и мне очень сильно зацепило, понравилось. Я начал больше уделять этому времени, потом следующий год на фестивале я уже помогал каких-то определенных организационных вопросов Дмитрию Королевскому. И так постепенно, постепенно перешло в то, что пришло время, когда я начал заниматься дальше, продолжать, так как в связи с определенными ситуациями, то есть сложилось так, что я дальше начал двигать этот проект. Поэтому на сегодняшний день мы очень сильно шагнули вперед и по количеству людей, то есть по количеству городов. Сегодня это у нас уже, как сказать, международный проект в плане музыки. Ну, как фестиваль он такой, был раньше как один из самых крупнейших в Сибири и за Уралом. Но мы стремимся к тому, чтобы статус этого фестиваля рос за счет качественных привозов, за счет артистов, которых мы хотим привезти в следующие наши предстоящие года. Сибири Королевскому Сибири Королевскому Аналогию Бутерфляя в 15 лет мне, к сожалению, полностью все затронуть не удалось. Ну, с 2009 года, это почти 11 лет назад, благодаря всеми нашим любимым Дмитрию Королевскому, мне первый раз удалось выступить именно здесь, в Горном Алтаве. И на протяжении остального времени, по течению обстоятельств нашей и к моей большой радости, посещают это мероприятие, этот фестиваль, эту радость жизни, скажем так, у многих людей. В первую очередь, конечно, мы, ну, это менее, как бы, ну, коммерческое для нас мероприятие. Так как мы все, ну, болеем этим, и музыка, ну, для меня, я, как бы, это моя жизнь, я другим ничем не зарабатываю, поэтому мне всегда интересно для людей показывать то, что происходит в мире, все направления, какие-то новые тенденции электронной музыки. Поэтому, как бы, очень печально, что в этом году очень были у нас интересные хедлайнеры, но из-за этого непонятного коронавируса нам, как мы не стремились и не старались, все-таки нам пришлось перенести на следующий год, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, все получится и в следующем году. Мы порадуем всех. Это будет очень интересное мероприятие. Это будет очень интересное мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 15 лет назад проект этот стартовал на просторах этого замечательного места, именно Горного Алтая. И вот в этом году, к сожалению, из-за тех обстоятельств, которым подвергся, скажем так, весь мир, мы не смогли его воплотить. Но у нас еще очень много времени впереди, поэтому 15-й у нас в перспективе, в любом случае он будет юбилейным, в любом случае он будет очень масштабным. Поэтому с каждым годом Батерфляй только набирает обороты, расширяет аудиторию. Он уже стал давно интернациональным. И это не может не радовать. Слушай, ну если за 15 лет, да, было много интересного на этом фестивале, но лично для меня последние два года я вижу, как... Но после того, как не стало нашего друга, ну было такое спорное мнение, должен существовать Батерфляй или не должен. Ну, я все-таки старался всех убедить, что этот, как бы, фестиваль должен продолжаться даже, ну, в память о нашем друге, который очень много сил потратил. И в подтверждение этому, наверное, ну, последние два года настолько, как бы, заметна, да, тенденция, каждый год больше и больше людей стало ездить. И очень много моих друзей, там, с Москвы, они все уже знают про этот фестиваль и спрашивают, и им интересно, и, ну, не знаю. Я считаю, что, как бы, перспективы очень большие, на самом деле, потому что Алтай сам по себе это место уникальное. Ну и еще, как бы, здесь, когда, ну, собираются люди, которым интересна эта электронная музыка, ну, тем более, музыка, которую мы пропагандируем, она, ну, не попсовая, не коммерческая, как бы. К сожалению, в этом году мы хотели сделать очень хороший, сильный привоз по артистам, так как у нас фестиваль 15 лет, юбилейный, вот, но в связи с ситуациями в мире, вот, пришлось перенести на следующий год. Поэтому следующий год будет очень насыщенный по этому событию, все его очень сильно ждут, артисты будут заявлены именитые, поэтому я считаю, что все, кто с нами, все должны быть на этом мероприятии, поддержать нас. Кто когда-либо в каком-то году был на фестивале, он должен в этом году обязательно присутствовать и жахнуть с нами, поздравить нас. Поэтому, как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok